Вот часто многие невротики, да и обычный человек, задают вопросы. Юрий Николаевич, есть такие навязчивые мысли, которые портят мне просто жизнь. Вот портят жизнь. Деструктивно влияют на меня, как говорится, руки опускаются, апатия. И вообще ночью одни кошмары снятся. Мне ночью снятся блоубастеры, я куда-то путешествую, я даже их редактирую, эти сны. Ну, это отдельная история, вы посмотрите у меня на канале про сны. Так мы сейчас говорим с вами про навязчивые мысли. И они задают, вот лезет навязчивая мысль. Ну, прежде всего, когда вы посмотрели про мысли у меня на канале, вы поняли, что мысль у нас длится всего три секунды. Но три секунды, три секунды, три секунды – одно и то же. Как навязчивая песня, как навязчивая жвачка на зубах. Как избавиться? Мыслить о другом. Вроде бы простой совет, но как это исполнить? Как это начать мыслить о другом, когда доминанта именно этой мысли, а она основана на очень важном инстинкте человека, инстинкте выжить? И вот мы всё время мыслим это. И у нас идёт прогнозирование будущего негативное. Мало того, эти негативные мысли нам навязаны нарративами этого культурного окружения. Начиная от религиозных, заканчивая уголовным кодексом. Вот не ходи туда, там дядька тебя заберёт, как и в детстве нам говорили. И вот эти нарративы, вот это мышление негативное, которое связано с прогнозированием будущего, это вот и вызывает вот тот невроз, который мучает вас и днём, и ночью. Ночью не даёт спать, а днём не даёт работать, не даёт качественно наслаждаться жизнью. И вот мы с вами должны построить тот внутренний мир с теми нарративами, которые нас мобилизуют, которые моделируют наше будущее. Моделировать и прогнозировать – две большие разницы – узнайте на моём канале. И я моделирую своё будущее. И пусть вы попали в какую-то такую передрягу. Как я говорю, посмотрите, как моделировать будущее. Когда я захожу в помещение, я смотрю, где выход. То есть в какую передрягу я не попал, я смотрю, где выход. И вот мы с вами, давайте-ка, работать над этим. Первое – это моделировать своё будущее, отбросить негативное прогнозирование. Это в нарративах подправить что-то в этой консерватории, в наокортексе, чтобы эти нарративы нас, ну, как бы, мобилизовали. Ну, не обязательно всё время быть как солдат с ружьём на охране границы. Можно и отдохнуть, и там есть нарративы, которые просто наслаждение этой жизнью. То есть создавать вот этот свой внутренний мир, который качественный, который позволяет радоваться, который может помочь преодолеть что-то. И опять радоваться, который наполняет жизнь смыслом. Вот этим-то и мы и займёмся с вами. Особенно вот этой длинной зимой. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. А там солнышко, а там грачи прилетели, а там другие у нас будут задачи. Давайте эти месяцы займёмся собственным внутренним миром. Когда нарисуем свою карту, по этой карте проложим лоццию, свой путь. Путь туда, куда манит вот этого корабль. Белеет парус одинокий в тумане моря. И мы тоже ищем, ищем в краю далёком, что мы ищем. А вот давайте об этом и поговорим. Спасибо.